добрый день дорогие друзья сегодня у нас вечер травничества хочу с вами поделиться немножко информации возможно она будет полезной для кого-то травницей я никогда не была и к травникам себя никогда не относила ровно год назад я познакомилась с удивительной женщины на умова еленой викторовны но случилось это в апреле прошлого года и сезон травничества для своей семьи как бы был упущен если вы хотите начинать изучать заниматься приготовить аптечку для дома качественную делать это начинать надо где-то с февраля марта пользуясь тем что зима теплая и на улице стоит ну прям не по-зимнему теплая погода мы накопали щучки и веника и сейчас будем заготавливать протефлозит изготавливать протефлозит это такая такой антивирусный препарат который реально очень классно работает на начальных стадиях заболевания вирусными инфекциями и это независимо от того будет это рота вирус будет это герпес будет это острая какая-то респираторная вирусная инфекция в любом случае это будет вирусное заболевание и особенно первые три дня заболевания протефлозит просто феноменально действует на иммунную систему человека включает ее в борьбу с вирусами это не значит что в дальнейшем не требуется лечение если у вас там начал развиваться например кашель или пошла симптоматика уже бактериальной природы это не значит что на протефлозит все свет клинам сошелся и он только поможет нет можно и нужно использовать другие препараты в том числе антибактериальные их тоже можно заготовить натуральным образом из природных компонентов и дело в том что у каждого растения есть свой есть свой период заготовки есть период заготовки когда она наиболее пригодной может отдать те или иные вещества вот корни щучки и веника то что я сейчас заготавливаю намываю и которые поставлю в дальнейшем на настойку их хорошо заготавливать поздней осенью или ранней весной либо вот сейчас январь месяц теплая погода и они еще в очень влажной земле они просто но реально очень качественный материал получается вся сила сейчас растения вся сила находится в корнях потом когда уже по побеги в рост по весне уже сила будет переходить свое само растение и она уже будет менее эффективно но к весне у нас появится для заготовки почки березы и например есть моменты когда почки березы необходимо будет заготовить мороз спирту дальше пойдут у нас листья первые березы дальше у нас пойдет много чего пойдет в мае вообще и майское полынное вино и так далее есть много растений которые очень классно иметь свои домашние домашние аптечки видите ли вот сесть и за один раз прочитать в интернете это все и понять рецептуру и понять принцип действия а самое главное начать использовать в жизни ведь что самое сложное на мой взгляд вот реально за этот год что я занималась травничеством был самый сложный первый шаг а какой но шаг сложный заболевает ребенок и первое хочется что стандартно пошел в аптеку купил антибиотик дала все прошло а вместо этого ты берешь и даешь не антибиотика подбираешь травки на так называемые травки и либо какие-то составы из них и заменяешь и вот первые замены когда в тебе еще работают сомнения поможет не поможет сработает не сработает вот это дается очень сложно более того очень сложно дается например перейти с кофе или с черного тайского чая до на травяной но по мере то есть там где надо изменить привычку но по мере как мы меняем привычки травы входят наш быт и они реально несут с собой здоровье другие возможности даже те которые мы не подозревали в силу каких-то социальных представлений и мыслей а вот и этим делом имеет смысл увлечься и пользоваться я иногда даже думаю что жалко что вот наше знакомство с еленой виктором и произошло достаточно поздно если бы это лет 20 назад ну ничего лучше поздно чем никогда а про тефлозиде мы намываем корни корни и какие-то части растений намывают на самом деле вы видите достаточно сложно очень много старого отсохшего материала его надо весь удалить надо оставить только живое растение и готовые к прорастанию стебельки молодые побеги их реально надо оставить все остальное обрезать и когда мы набрали какую-то часть материала щучку мы ставим отдельно денег мы ставим отдельно вообще каждое растение мы ставим отдельно а потом когда она уже настоится для этого надо чтобы прошел 21 день как минимум иногда больше вот мы заливаем спиртом спиртом и пивачу мне надо где-то пол литра я закладываю плотняю немножко маловато еще надо примерно столько же намыть ну вот основная подготовительная работа закончена мы укладываем где-то банку на две трети корешками и чуть-чуть зеленой части и заливаем так теперь вот этот вариант у нас будет стоять будет стоять 21 день вот так на выходе через 21 день он станет вот таким вот этот уже стоял свое и этот уже можно использовать каждую траву мы настаиваем в отдельности да и потом будем соединять по мере когда мы готовим препарат к тому чтобы использовать для того чтобы получить протофлозит нам надо будет смешать щучку и веник на стойке и вот и и можно будет в нее добавить таволки можно будет в нее добавить чего там еще чего-то еще добавить тоже полезно можно ничего не добавлять потому что основные действующие вещества противовирусные вот эти так одна готова и теперь у нас следующая на очереди это мы заготавливали таким образом щучку с веником дела обстоят похуже веник копается сложнее он легко выдергивается у него очень маленькая корневая система поэтому вот его намыть накопать корней чтобы такое количество это конечно надо еще потрудиться чтобы на баночку накопать корней и грязи от него бывает побольше особенно если он растет стартанных почвах вот намываем точно так же как мы намывали щучку намываем веник убираем все старое все ненужное все отсохшие но так как это злаковая культура то она еще на моменте когда мы копали когда мы заготавливали она уже были удалены побеги основные которые отжившие свое нам надо оставить только корни и живую растительную часть сейчас этим и будем заниматься да на самом деле это утомительная работа и если кому-то не хочется этим заниматься может просто заказать и купить у елены викторовны готовый материал она этим занимается тоже и мало то что учит она очень много вещей как настоящая травница имеет свой аптекарский огород где она не просто выращивает травы заготавливает травы готовит из них препараты она их потом рекомендует людям сама же консультирует людей как их принимать и у нее же очень большой опыт работы у нее очень хорошие данные по действительно действительно исцелению от очень тяжелых недугов вот то есть если кто-то столкнулся с проблемой и например он не может найти помощи в официальной медицине или не доверяет официальной медицине вы можете обращаться к елене викторовне ее телефоны есть и у нас на сайте они есть и они есть в интернете если не можете достучаться вы можете мне написать я вам дам ее контактную информацию для того чтобы начать что-то менять в своей жизни надо иногда сделать шаг хотя бы позвонить хотя бы поинтересоваться и начать что-то менять в своей жизни и возможно ну для вас просто точно так же как и для меня мир трава кажется очень интересен и очень полезен потому что реально вот этот год который я занимаюсь увлекаюсь всем вот этим делом он дал моей жизни очень много все что касается здоровья и все что касается моего лечения хобби моей зоны познания всего этого дела это конечно увлекательное путешествие в другой мир мир растений мир который помогает нам в этой игре под названием жизнь сохраняет здоровье и долголетие ну что дорогие друзья вот нам это у нас еще корневище веника сейчас мы его уложим баночку у нас будет и вторая трава так и заливаем не видно заливаем и его ну вот смотрите сколько работы да сколько грязи а я смогла поставить пол-литра веника пол-литра щучки это на спирту и точно также у меня из пол-литра веника и пол-литра щучки на перво чем если изучать как работает вытяжка то если изучать как работает вытяжка то одни вещества могут быть вытянуты из растения спиртом одни вещества могут быть вытянуты из растения спирто содержащей жидкостью процентностью повыше нежели водка то есть 56 градусов первач продают в магазинах такое поэтому мы ставим часть на первачи часть на спирту и потом смешиваем равных пропорциях после того как 21 день простоит это все и вот представьте сколько грязи сколько работы одна часть вторая часть в два этапа делается объединяется потом же еще надо добавить сюда таволгу и надо еще добавить монарду их настойки а монарду еще надо вырастить потому что она не растет в природных условиях и получается что в принципе для того чтобы сделать такой качественный антивирусный препарат представляете сколько надо поработать поэтому когда я слышу что протефлозит очень дорогой препарат я понимаю почему он в аптеках продается по 30 миллилитров почему стоит сумасшедших денег и почему даже приобретая аналог как там противовирусная снадобья у елены викторовны на умовой это будет ну дешевле чем в аптеке но это будет все равно дорого потому что это очень много труда и это касается абсолютно любых трав поэтому я например заготавливаю все что я заготавливаю я заготавливаю исключительно для своей семьи исключительно в тех объемах которые будут израсходованы моей семьей а вот речь не идет о продаже а вот но если кому то надо и кто захочет приобрести я с удовольствием поделюсь контактной информацией елены викторовны там можно будет и приобрести вот но мне интересно все это дело прожить проработать попробовать самой и на сегодняшний день я могу из опыта своего сказать что вот это настойка щучки и веника она эффективна при при вирусных инфекциях в ранних стадиях заболевания сто процентов а вот для того чтобы уже работать с бактериями надо будет добавлять какие-то дополнительные травы которые могут служить либо кору который может служить настойки коры то же самое осины или сокари которые могут служить антибактериальными препаратами кроме того я например для своей семьи заготавливала есть такая исключительно интересная настойка настойка орегано настойка орегано или настойка душицы летом когда будет душицы на огороде я сниму ролик покажу как это все делается вживую это против кашля когда болеет ребенок я настойку сделала точно также душицы научили меня этому кубинцы не белоросы орегано там растет немножко по-другому выглядит нежели наша душица но это то же самое семейство растительное и вот это этот препарат собственного производства сегодня помогает мне когда у ребенка кашель потому что до этого у нас была проблема никакой лазалван баладекс что мы там еще пробовали амброксол и так далее они все вызывали у него аллергическую реакцию это растение не вызывает аллергическую реакцию замечу многие препараты она входит в состав да вот и при этом достаточно эффективно снимает симптоматику кашля причем с лечебным эффектом не действуя на почки не действуя на печень вот так то что это спирто содержащие получаются настойки обходится тем что мы разбавляем очень сильно водой для того чтобы можно было давать ребенку можно было принимать и самому потому что нашей семье алкоголь никто не принимает вот как то так дорогие друзья я со своей стороны могу только пригласить тех кому это все интересно кто готов точно также стоять у рака и намывать до ставить баночки готовить с надо мне кстати много тут надо бить целый шкафчик травы все это приготовлено моими собственными руками за этот год и за этот год я смогла для себя более-менее определиться так что же вообще надо моей семье то есть рецептов неимоверное количество но что и именно подойдет мне моей семье моим родным и близким и сегодня я могу уже чутко расписать ту аптечку которая мне нужна в прошлом году я не смогла стартовать с ранней весны для того чтобы все это заготовить потому что мне не хватило знаний но в этом году я уже жду весну жду февральского семинара елены викторовны для того чтобы делать уже полноценные шаги в этом году если вам интересно если вы хотите двигаться вместе с нами присоединяйтесь в 24 25 февраля елена викторовна вновь приедет в минск и в минске будет ее очередной семинар и этот семинар откроет новый травнический сезон до встречи дорогие друзья с вами была я наталья зайцева субтитры работал DimaTorzok